С самого детства научиться правильно распределять бюджет, инвестировать, страховать и пользоваться банковской картой. Теперь это сможет даже школьник. С 1 сентября в России появился новый предмет – финансовую грамотность для учеников с 1 по 9 класс. Зачем изучать науку о деньгах? Поможет ли она в жизни и не станет ли дополнительной нагрузкой? Спросим заместителя, управляющего Белгородским отделением Банка России Инну Гребенникову. Здравствуйте, Инна. Добрый день. Я знаю, вы тоже. Мама, как на ваш взгляд, зачем вводится этот предмет? Справятся ли дети? На самом деле нет никакой дополнительной нагрузки, потому что финансовая грамотность – это не отдельный предмет. В обновленных федеральных государственных образовательных стандартах это дополнительная прикладная часть к уже имеющимся общеобразовательным предметам. Поэтому дополнительной нагрузки никакой не будет. А детям интересно, это нужно и важно. А почему именно с 1 класса? Рановато все-таки, нет? Нет, не рановато. Для того, чтобы подготовить наших деток к взрослой жизни, для того, чтобы, когда они выйдут из стен дома, из стен школы, они, столкнувшись с такими понятиями, как страховка, кредит, налоговый вычет, вклады, депозиты, любые финансовые продукты, для того, чтобы это для них не было стрессом, для того, чтобы они были готовы к принятию правильных, верных решений, могли взвешивать свои риски, правильно умели строить свой личный финансовый план, правильно уметь читать документы, отличить мошенников на финансовом рынке и, конечно же, чтобы знать свои права и пользоваться ими. Потому что сегодня, преподавая финансовую грамотность в школах, мы, может, даже выявим впоследствии, что наши детки захотят этим заниматься. И сегодняшний пятиклассник, возможно, это выберет в качестве своей профессии и станет профессиональным экспертом в области финансов, или каким-то инвестором крупным, или просто начнет как-то участвовать на финансовом рынке. Это еще и путь к выбору профессии. Ну, а что именно будут преподавать младшим классам и в рамках каких предметов? В начальной школе финансовая грамотность интегрирована в два предмета – окружающий мир и математика. Детки узнают, откуда вообще берутся наличные деньги, почему их нельзя печатать столько, сколько хочешь, и как отделить фальшивую денежную купюру от оригинальной. На уроках математики их научат правильно строить баланс между доходами и расходами, и, конечно же, правильно составлять свой личный финансовый план. Но если четвертый класс будет составлять финансовый план, что ждет старшеклассников? Ой, у старшеклассников тоже все очень интересно, потому что финансовая грамотность интегрирована в четыре общеобразовательных предмета – математика, общество знания, информатика и география. На уроках математики школьникам расскажут, как правильно посчитать налоги, как получить и когда можно получить налоговый вычет, как посчитать проценты по депозитам. На уроках географии школьники также узнают, как зависит экономическое расположение того или иного субъекта от благоприятной экономической среды. На уроках информатики им расскажут о возможностях и рисках предпринимательства. На уроках математики и информатики они также смогут отличить мошенника, правильно определить оригинальный сайт от мошеннического. И, конечно же, им расскажут о рисках, которые существуют на финансовом рынке с киберугрозами. А как учителя будут готовиться к таким занятиям? Может, какие-то книги есть? Конечно, есть книги. Банк России. Вот я принесла вам только в студию несколько экземпляров, чтобы понимать, что мы готовы, готовы к этому проекту, готовились давно и реализуем уже его несколько лет. Банк России подготовил более 70 сценариев, уроков. И эту информацию, она опубликована на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации «Моя школа». Это, конечно, огромная методическая подпорка для наших преподавателей, для учителей. Также интересная, занимательная информация, полезная информация. Какие-то задачи находятся на портале «Финансовая культура» в разделе «Преподавательская». Там тоже можно почерпать информацию. Да и вообще, к слову, нужно сказать, что наши белгородские учителя давно участвуют в этом проекте, то есть повышение уровня финансовой грамотности от Банка России. В весенней сессии онлайн-уроков приняли более 90% школ белгородских участий. Старшеклассники подключались к урокам по финансовой грамотности. Сегодня стартует осенняя сессия, и расписание онлайн-уроков вы можете посмотреть на сайте «Дни финансовой грамотности». Студенты колледжев, техникум, старшеклассники, учителя могут подключаться и выбирать для себя интересное направление, потому что это абсолютно бесплатно. До 16 декабря расписание вы можете посмотреть и выбрать любую интересную тему. И можете слушать уроки финансовой грамотности как индивидуально, так и всем классам. А я всем желаю нам быть финансово грамотным и постоянно повышать свой уровень финансовой грамотности. Что ж, спасибо еще раз.